...мраков в чате не вижу. А, не вижу мраков в чате. Здравствуй, мрак. Здравствуй, мрак. Ещё раз точнее. Смотрите, какая у нас здесь милая штуковина стоит и что-то делает, варит. Ой, вы великий волшебник, сэр. Нужна помощь. Извините, сэр, я френа, мне нужна ваша помощь. Это гора Котром? Какой-то он молчаливый. Мне уйти? Сэр. У тебя слишком много вопросов, это хорошо. Мне нужна помощь. Меня зовут Фрэн, я человек, мне нужна ваша помощь. Человек? Вы не похожи на человека. Ну, как бы тебе сказать. Я, да, сейчас бревно. Я хочу одолжить у вас камни, чтобы открыть дверь в мой мир. Камни пропали, я не помню, где они. Каждый раз, когда они ищут, я прячусь. А когда я прячусь, я забываю. Их нельзя найти. Вы о черных тенях? Сэр. Я просто хочу узнать ответ на главный вопрос. Откуда появляется кролик? Да ты не в себе, волшебник. Я видел, как это делал человек. Кролик появлялся из пустой шляпы. Господи. Как? Это величайший вопрос из всех. Потому что, если ничего не существует, тогда ничто существует. Но если ничто существует, тогда нет никакого ничего. Мужик, ты сломал мне мозг. И мне снова любопытно. Как? Спросить того, кто сделал что? Сэр, почему бы вам не спросить того, кто это сделал? У меня посетитель. Добрый день. Что привело тебя к великому волшебнику? Ты меня заметил, да? То есть камни, к твоему сведению. Король прислал меня. Добрый день, сэр. Я пришла за камнями. Король прислал меня. Камни? А, давным-давно кто-то уже приходил и спрашивал о них. Я сотворил самое фантастическое заклинание из всех, чтобы никто не смог их найти. Знаешь, черные тени, камалы, они постоянно пытаются их украсть. Поэтому я должен был удостовериться. Ну и? Но, сэр, мне нужны камни, это место не мой дом. Хм, камни прячутся. Я помню только четыре загадки, связанные с камнями. Четыре загадки, которые восстановят мою потерянную память. Только ответив правильно на все четыре загадки, я смогу сказать, где найти пять предметов. Эти предметы являются камнями в своих слоях реальности. Затем, единственный, кто сможет их вернуть, это я. Ммм, отлично. Много информации, сэр. Позволь мне показать тебе. Да ты и правда великий волшебник. Ты умеешь размахивать руками и рисовать звездочки на полу. Это звезда и версты, Омка Бэй, величайший путеводитель неба. Величайший страж этой земли. Ммм, ну здорово звучит, да? Ничего себе, звучит здорово. Я дам тебе четыре загадки, написанные на языке всего. Ответом всегда будет один предмет. Размести предметы на звезде и версты, на соответствующие символы. И после этого я скажу тебе книга о мне. Да я думал, ты память потерял. Холодна обычно я... Ммм, не успел я прочитать. Большое спасибо, сэр волшебник. Сэр волшебник, король сказал мне, что вы сможете сделать меня человеком. Он так сказал? Ммм, думаю, он прав. Хотя я едва помню, как это сделать. Эээ, вы не помните? Но я не могу отправиться домой, как дерево. Я понимаю, но сейчас я не могу помочь. Нужно восстановить мои знания. Мы попробуем сделать тебя человеком после того, как ты найдешь первый камень. Ммм, это было бы потрясающе. Да, потрясающе и здорово. Просто попробуй разгадать загадки, и я думаю, все будет хорошо. Сэр, мне нужно сделать что-нибудь особенное, чтобы стать человеком. Ммм, как мне кажется, запах очень важен. Если я правильно помню. Так, принеси мне свою одежду, и мы посмотрим, как это делается. Ммм... Объясни-ка мне загадки. Я забыл, что делать. А, разместить, да. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Да, окей. Сейчас меня ждет кролиководство. Достаточно тяжело. Долго говорить таким голосом. Ну да ладно. Так, что у нас здесь за загадки? Хладно обычно я, но лишь используешь меня, я стану очень горяча. Понятия не имею. Словно солнце я сияю, но совсем не обжигаю, лишь кислую улыбку вызываю. Кислую улыбку вызываю. Лимон, что ли? А, наверное, лимон. Там у нас был кузнечик, который делает лимонад. Хладная дождь, плыви-плыви. Танцуй сквозь поток воды. Лодка. Легкий и пустотельный. Для птиц свободу я несу, а людям письма я пишу. Ветер? Единственное, что я не понимаю, кто там станет очень горяча. Великий волшебник здесь что-то готовит. Любопытно что? Возможно, просто суп. Хорошо пахнет, как черника. Я не понимаю, не узнаю некоторые символы. Две большие пустые бутылки. Вот что это. Окей. Тут черепки какие-то. Я вижу человеческий череп. Я здесь не единственный человек. Хе-хе-хе. Может, этот человек так и не нашел дороги домой? Я в большой беде. Интересно, что в этих бутылках? Возможно, шоколадный соус или молоко. Или что-то другое. Например, яд. Никогда не знаешь. Так, что у тебя? Счеты. Стеуны, чтобы решать математические задачи. Полагаю, вещи для кладовства, которые не используются. Уголь. Раньше я рисовал углем на подъездной дорожке. На подъездной, на подъездной. Он также используется для сжигания. Уголь, Фрэн. Уголь. Уголь это все. Это много однерок. Что? Возможно, волшебник. Подержим павочками. Похоже, на равно. Одно равно другому. Это много... А, однерок. Или чего-нибудь еще. Однерки. Ось, поди. Так. Пойдемте повыше посмотрим, что там еще. Тут ничего. Понятно. Гора оказалась... Ой. Что ты за существо? Какой-то горящий дракон. Котик, ты видел это? Видел? Да, моя дорогая. Я видел, что это было. Ммм. Я думаю, это были тени. Ой-ой-ой. Не хочу их снова видеть. Снова? Да, котик. Они были повсюду в клинике. Я хочу домой. Скоро мы отправимся домой, дорогая. Котик, можешь мне кое-что пообещать? Что бы ни случилось. Мы будем всегда на одной стороне. Конечно, моя дорогая. Я обещаю. Отлично. Тогда нам нужно идти дальше. Так. Тут эта штуковина, которой можно подвелить руки. Которая непонятно, зачем это пока что делать. Ну ладно. Я думаю, нам кто-нибудь подскажет что-нибудь. Кто написал уголь? Уходи. Так. А лимоны у нас, кажется, росли вот здесь, да? Мне не зачем карабкаться на эту лестницу. И это было в другом времени года. Когда у нас тут лимоны-то вызревают, ты сказал? Кузнечик. Кузнечик со мной не хочет разговаривать. Летом? Летом. Да. Дерево. У меня бы лимончика. Сэр, я могу взять один из ваших лимонов? Прости, милая. Ресурсы ограничены. Я не могу тебе их дать. Я забираю все лимоны, что может унести корзина. Все лимоны с дерева. Ты, кузнечик, как бы это сказать, нехороший человек. Существо. Хреновина. Насекомое. Здорово, я то, что я хочу. Добрый день, юная леди. Покажи свой билет, пожалуйста. А где мне достать билет? Что? У всех граждан версты есть билет. Почему у тебя нет? Я не гражданин, сэр. Не гражданин, что-то новенькое. Извини, но я не могу тебя впустить. Ну и что мне делать? Я очень хочу зайти. Я не знаю, такого не случалось раньше. Похоже, придется искать другой способ попасть внутрь. Спасибо, пока. Так, 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 так. Тут тоже у нас ничегошеньки нету. Где же мне найти билетик? Ладно, давайте пройдемся по... О, господи! Ой, доктор! Полонтрас, сэр! Подождите, не уходите. Ой, нет, он выглядел очень плохо, котик. Разве он не доктор? Может быть, он вылечит себя? Надеюсь. Он был так плохо, что он потерял перо. Что же произошло? Так, перо. Что за перо? Перо полонтраса, надем кровь. А, погодите-ка. Хладна обычно я, но если используешь меня, я стану очень горяча. И у нас внезапно есть в инвентаре спички. А давайте-ка мы сходим к нашему великому волшебнику и попробуем туда положить спички. О, кстати, вы даже мне в чате написали, зажигалка или спички. Будем надеяться, что мы с тобой, уважаемый Алекс Викинг, 9 правы. Так, и как я могу использовать спички? Использовать предмет спички с великим волшебником. Я не могу это сделать, логично. Ага. Один, два, три, четыре, да? Использовать крошечная спичка. Надеюсь, ответ правильный. Ну, ты обещал мне там помочь с чем-то. Вы можете мне снова объяснить загадки? Да, размести правильные ответы, наверное, в местах. Когда завершишь, мы продолжим. А ты же мне вроде что-то там обещал, когда я найду первый предмет, нет? Я забыл остальные загадки. Лимон, лодка. А, это перо, легкий, пустотельный. Для птиц свободы я несу, людям письма я пишу. Это перо, ребятки. Перышко. Использовать четвертый. Значит, остался лодка, наверное, и лимон. С лимоном непонятно, что делать, а лодка у нас с вами где-то была. Где-то была там лодка, насколько я помню. Нет, не здесь. Котик. Куда ты пошел? Там, вон, у них же летающие лодки. Кто-нибудь есть? Видимо, нет. Так, а если мы с вами переключим время года? О! Должно быть, это необычные лодки с особыми способностями. Хотел бы я улететь на такой домой, но, наверное, не смогу. У меня нет суперсилы. Лодка готова отчаливать. Вверх и далее. У-ху! Добрый день, сэр. Добрый день, маленькое существо. Летающие лодки? Как они работают? Они словно плавают по воде, но вместо воды воздух. Все просто. Я могу одолжить? Чтобы улететь. Домой? Понимаю. Но, к сожалению, лодки только для... Иверсианцев. Понятно. Что ж, спасибо, сэр. Хорошо вам провести время. Так. Лодку нам давать не хотят, да? Ты, кстати, говорил к тебе обращаться, если мне что-нибудь понадобится вроде как, да? Мы с тобой уже говорили, Прутер. Я помню, что ты куешь. Все, что плохо лежит. Ну, вот же еще лодка есть. Она плавает. Давайте попробуем здесь переключить время. Вот. Смотри, котик, залезай в лодку. Поедем покатаемся. Я, вообще-то, не это имел в виду, но так тоже, наверное, работает. Окей. Тут у нас с вами есть какие-то камушки. Ничего себе, крошечный остров. Интересно, сможет ли тут кто-то жить? Наверное, только крошечные существа, почти невидимые. Возможно, Фрэн, возможно. Ага. Мы с вами вот куда прибыли. Фрэн, вы были здесь прежде. Я починил мост, чтобы достать твою сумочку. Ух ты, котик, ты очень умен. Надеюсь, мы найдем мои вещи. Так, я думаю, отсюда эту штуку вынимать сейчас не стоит. А то у нас мостик опять сложится. И более того, мистер Полночь искупается. Я думаю, ему это не очень понравится. Так, а вот, собственно, и одежда. Котик, я не могу найти таблетки. Может, таблеток здесь нет? Может быть, ты их потеряла? Ну что ж, в любом случае, они не приносили никакой пользы. Возможно, они еще найдутся. Пойдем. Это моя одежда? Моя одежда. Она хорошо пахнет, ее не нужно стирать. Хорошо. Как скажешь, Фрэн. Так, у нас теперь есть одежда. Попробуем здесь что-нибудь потыкать, не? Котик это починил. Я ставлю все как есть. Правильно, не трогай то, что починил котик. Поплыли. Господи, какая бешеная вреда. Бешеное выражение мордочки у мистера полночек. Ну, по-моему, мне очень нравится лодка. Так, а у нас здесь, кстати, какая-то удочка еще есть. Угу. Что за удочка? У нее нет крючка, а леска слишком короткая. Хладная дождь. Плыви, плыви, танцуй сквозь поток воды. А может быть, это, ребятки, не лодка? Может быть, это рыба? Интересно, а мы на рынке рыбу купить не можем? Ой. Здрасте. Подойди ближе, Фрэн. У меня есть то, что ты хочешь, то, что ты ищешь. Да это тетя Грейс же. Мамочка? А, это мамочка. Любимая дочь, подойди, позволь прикоснуться к тебе. Мамочка, мне страшно. Не надо туда подходить. Тебе нечего бояться. Подойди ближе, Фрэн. Я хочу поцеловать тебя. Но ты не можешь быть моей мамочкой. Нет, она мертва. Подойди ближе сейчас же, иначе большой монстр придет за тобой. Нет, ты не моя мамочка. Оставь меня в покое. Дорогая, большой монстр придет за тобой. Он придет и заберет тебя. Придет и заберет тебя. Мамочка, ты пугаешь меня? Мама, прекрати, прошу. Я воно че? Брр. Брр. Так. Что у нас здесь продается еще? Мистер Полночь Корвин через 10 лет? Нет, он никак не может быть Корвином через 10 лет, потому что он черный. А Корвин рыжий. А ты мне что скажешь? Полюбуйтесь на туристов, Фрэн. Хорошо повеселиться. Спасибо. Привет, крошка-курень. Ты очень милый. Спасибо, ты тоже милая. Я Фрэн. А ты? Я? Нет, я не Фрэн. Я Зельма. И я хочу петь весь день деньской. У тебя есть любимая песня? Моя любимая песня звучит так. Один и один, букет два. Один и два, букет три. Два и три. А, почему букет? Будет, ё-моё. Букет. Пусть будет букет. Два и три, букет пять. Окей. И три и пять будет восемь. Дальше я не помню. Я выучил это в школе. Это весело. Звучит математически. Мне нужно идти. Кстати, у тебя красивые фрукты. Увидимся. А у тебя лимонов, нет? Так, тут, по-моему, больше особенно-то и делать нечего. Это у нас осень. Мы ещё здесь с вами не были летом, кажется. Так, а, кстати, наверх-то я вообще могу ходить? Или мне пока туда и не надо? Что это значит? Я пока не разобрался. Окей. Что ж, спасибо, пока. Ты всё-таки очень умный жук. Так, давайте переключимся, допустим, на зиму. А, погодите-ка. Мне казалось, или здесь рыбки плавают? Так много рыбы, кажется, они торопятся. Так, теперь всё-таки да. Видимо, это всё-таки рыба, ребятки. Видимо, всё-таки это рыба. И, видимо, как-то нам её придётся выловить при помощи этой удочки. Но сначала её нужно как-то починить. Как бы нам её починить? Нитки! Нитки! Я хочу купить у тебя ниток. Может быть... Ну? Ты мне нитки-то продавать будешь, не? Что? А, там мистер Полночь. Господи, я думаю, на что я нажимаю? Ну? И здесь мистер Полночь. Ткани и нитки, чтобы делать вещи. В ящике много ткани. И пуговицы. Нет? И, кстати, крючок мне ещё ведь нужен. Ты можешь мне крючок сделать, кузнец? Чего ты там худёшь? Мне нужно сделать часовщику несколько деталей. А ты любую роботу делаешь? Если у тебя есть идеи, мы можем их обговорить. Тук-тук. Это хорошо, спасибо, сэр. У меня есть идея. Я знаю, где тебя найти, блин. Смотри, какая у меня есть удочка. Я нашла удочку, но она сломана. А, вот как это делается. Поможете? Да, давай посмотрим. Где крюк? Ты видела крюк? Что? Вы в точности повторили то, что мне сказали в клинике. Правда? Кто? В какой клинике? В клинике Освальда, сэр. Медсестра. Когда я сломала штору. Угу. Так есть такое ощущение, что Фрэн на самом деле все еще в клинике. Просто у нее галлюцинации. Понятия не имею о чем-то. Это весьма странно. Сделайте крюк. Да, давай. Если дашь мне одну монету, я тебе дам половину крюка. А зачем мне половина? Если дашь мне две монеты, получишь рабочий крюк. Окей. Все вместе будет стоить три монеты. Одна монета за пол крюка, за две рабочий. Договорились. Вы очень сложные. Я принесу вам монеты. Так. Что у нас с монетами? У меня есть одна. Понятно. Значит, опять эти дурацкие крестики Норики с мистером Слизнем. Ну, ладно. Крошечные фигурки. Черные и белые. Да-да-да. Я с тобой играть пришел. Да, хочу сыграть. И мне нужно еще от тебя две монеты, как минимум. А то и больше. Так, драгондропами забыл. Нет, просто тыкать. Просто тыкать. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-тыкать. Это ничья. Я хожу. Ей. Вот сюда. И я выиграл. Ей. Давай монетку. Спасибо. И еще одну монетку мне нужно получить. Я снова хожу. Давай, протупи еще раз. Как я делал? Я делал вот так. Я снова выиграл. Отлично. Три монетки. Ну, все-все-все. Мне больше сейчас ничего не нужно. Да, я мастер маленькое существо. Ей. Так, на тебе твои три монеты. Эээ. А где остальные-то? Не говорите мне, что нужно было по одной. А, вот ваши три монеты. Понятно. Здесь просто лежит одна. Вот твой клюк. Надеюсь, он работает. Я тоже надеюсь, мужик. Ты не поверишь. Он изумителен. Мне пора идти пока. Так. А теперь давайте дадим в таком случае удочку вот этому овощу. Здравствуйте, мисс. Хотелось бы узнать, есть ли у вас нить или леска. Леска, нить. О, да-да-да. Есть. Тебе нужно? Ага. Да, пожалуйста. Сколько? Их довольно много. Это хорошо. Это неплохо. Я имел в виду цену, мисс. Мне нужно столько, сколько нужно для лески. Ох, я забыл про цену. Понимаешь, я никогда ничего не продавала. Ну, логично. Ты же репка. Что тебе продавать? Знаешь что? Все, забирай просто так. Надеюсь, она тебя порадует. Вот, спасибо тебе. Ты не то, что этот странный хрен-кузнец. Хрен, в смысле, он выглядит как растение хрена. Не то, что я его оскорбляю. Ух ты, спасибо. Надеюсь, вы остановите цену и что-то продадите. Пока. Так. Объединить с леской. Объединить с крюком. У нас есть рабочая удочка. Давайте попробуем половить рыбку. Удочку использовать на озере. А, мистер Полноч, тоже радуется рыбке. Я поймал рыбу. Мне очень жаль. Бедная рыбка. Так, пойдемте на гору. Привет всем, ребятки, кто к нам присоединяется. У нас с вами третий стрим по Френбоу. А ты, жадина. Как бы мне все-таки у него лимон-то получить? Так, зима. Кажется, да, там должна была быть. И у меня, кстати, есть моя одежда. Может быть, теперь ты мне что-нибудь еще скажешь интересного, нет? Так, секундочку. Какая у нас загадка про рыбу? Ладно, дождь, плыви-плыви. Номер три. Рыбка использовать вот здесь. Мертвая бедная рыбка. Так, ну что. Остался только номер один. И, наверное, это дурацкие лимоны. Ты мне ничего не скажешь, мужик? Да, ты мне ничего не скажешь. А, да, ты же мне сказал, что ты мне поможешь, когда я найду первый камень, наверное. А не когда я разгадаю первую загадку. Так. Что у нас еще остается? Здесь, кстати, зимой вообще ничего нет. Весной тут написано. Интересно, что это. Летом здесь стоит жук. Осенью здесь стоит жук. Да я понимаю, что шоу вот-вот начнется. Я не нашла билет. Лимонов тут уже нету, конечно же. Корзина, кажется, в хорошем состоянии. Хорошо. Да, неплохо. Только толку-то. Лодка выглядит очень старой. Я думаю, ее нельзя использовать. Хотя я не думаю, что нам, в принципе, сейчас еще имеет смысл использовать лодку. А, так можно еще и вот так переключать. Надо знать. Надо это запомнить, не исключая, что это для чего-нибудь мне понадобится. Осень, дождевые деньки или красивая весна. Летом. Он все еще здесь собирает. Да-да-да, у тебя ресурсы ограничены. Я помню тебя, странный кузнечик. Я тебя зарежу. Я тебя зарежу, зараза такая. Стой! Я тебя зарежу! Гар. Что, нет? Нет, с чем карабкаться. У тети Грейса есть такое. Да я понимаю, у меня бы лимончик. Да! Молодец, мистер Полныч. Я рад, что ты за меня радуешься. Удостоверение? Какое удостоверение? Вот это? Что, серьезно? Я не могу это показать. Текст на нем может доставить нам хлопот. Вообще, да, здесь же написано, что это истребление насекомых. Ну, тогда остается вопрос, собственно, как же мне туда попасть. Билет. Может быть, он у кого-нибудь еще потерялся тоже, да? Может быть, он где-нибудь теперь лежит себе спокойненько и есть не просит. Так, а ты каканьки продаешь, кажется, да? Кто здесь? Пока. Так, ты часовщик. Ты продаешь фрукты. А у тебя лимонов нет? Передай привет своему миру, когда доберешься. Спасибо. Грусть, печаль. Что вы мне пишете? В кожаной книге удостоверение? Какое там удостоверение? Вы о чем, ребята? Нет никакого удостоверения. Так, дайте-ка мне пару секунд, пойду-ка я перекурякаю. Увидимся, не скучайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я считаю, что будет ли я�ок? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Так что, она порвала со мной Но у меня не было шанса спросить, почему Я так скучаю по ней Ну и где ваша жена? Думаю, она на воде Ну да, иначе бы я чувствую ее присутствие Но я не чувствую Моя любовь, моя жена Я пойду поищу ее, ладно? А затем вы отдадите мне колпак Только если она вернется Иначе ты узнаешь, что произойдет Разве вы не можете положить на голову что-то другое, сэр? Например, камень или что-то еще? Нет, мне нравится этот колпак Хорошо, я скоро вернусь Ну, пойдемте поплаваем на водочке Плавали мы с вами Летом? О, здравствуйте, друзья из психушки Я знаю, ты одинока Позволь мне быть твоей мамочкой Дай покормить тебя Будь на моей стороне И у тебя появится много друзей для игр Я не хочу, чтобы ты была моей мамой Ты страшная, ты мне не нравишься Фрэнс, с кем ты говоришь? Там стоит женщина Да ни с кем, котик Так, вот там у нас, кажется, была лодочная станция На лодочной на станции работаю спасателем Господи, мистер полночь опять Сделал большущие глазища и растопырил уши Ну вот она, я знал, что это жена Наверное Может и нет Да, судя по всему Мисс, проснитесь, у меня для вас сообщение Да? Здравствуй Вестник? Добрый день Вестник любви Любви? О, ну ты не розовая Я коричнево-зеленая Вестник любви хочет что-то поведать? Да, конечно, я здесь во имя любви, чтобы вернуть вас к своему мужу Нет, он меня обидел, никто не имеет права меня обижать Что же он сделал? Он был так горяч, и за это я его полюбила Теперь же он стал холоден и скучен Я была брошена и много плакала Он выращивал красивый красный цветок, чтобы показать свою любовь Но в этом году ничего не выросло И знаешь что? Я одна его защищала И просто хотела немного признательности Вот и все Ну, найду я тебе цветок Наверное, но у меня не осталось надежды Теперь у меня свой остров Посмотрим, смогу ли я найти красный цветок Вы знаете, где он растет? Всегда у основания Этим он отличается от других цветов В основании чего, мисс? Ну, горы, я полагаю У основания моего мужа, конечно же Принеси его, и я вернусь Окей Пойдемте искать цветок у основания мужа Интересно, кстати, еще когда он растет Тут ничего пока что нету Осень Грибы есть Зима Ничегошеньки Весна Ничегошеньки Ну, давайте, по крайней мере, поговорим с этим Существом Может быть, он нам что-нибудь скажет Почему ты ушла? Почему ты ушла? Я был слишком горяч? У тебя колпачок смешно двигается Так, возможно, основание Это все-таки немножко пониже Может быть, самый низ горы Может быть, здесь какой-нибудь цветок Котик, ты чего там ловишь? Это не красный Это скорее розовый Осенью тут опять грибы Зимой тут, естественно, ничего нету Так, может быть, тогда вот здесь Цветов тут много, но красных я что-то не наблюдаю Спящее дерево, спокойной ночи Лето от весны здесь никак не отличается О, цветок Это же цветок Должно быть, это тот цветок, что мне нужен Его, как, ножиком? Да, у нас в момент появился цветок Ребятки, я не забываю включать рекламу Просто реклама на Твиче проигрывается не для каждого зрителя Это внутренние свечевые алгоритмы Как они работают, если честно, никто, кроме Твича, не знает Господи, какая же у него морда Еще он, по-моему, периодически мяукает Жалко без звука Здравствуйте, барышня Я принес цветок На Красный цветок Спасибо тебе, он такой красивый Ты действительно вестник любви Спасибо, мисс Вы должны вернуться к мужу Он очень по-моему, скучает Увидимся там в зимнее время В лодку не надо, только Ты же тяжелая Я боюсь Пойдемте в зимнее время На гору Так Осень Зима Очень приятно видеть вас вместе Господи, вот она Теперь я бы хотел получить колпак Огромное тебе спасибо Никогда не забуду, что ты сделала для нас Давай, дорогая, забирайся наверх Ой, мимимимимимимимимимимимимими Доктор Лав Ачивка у меня Доктор Любовь А вот и колпак Еще раз спасибо Так Здорово, спасибо, сэр Нужно отдать колпак великому волшебнику Пока Великий волшебник У меня колпак есть На Вот ваш колпак, сэр Мой колпак, я чувствую, как знания пронизывают мое тело Я счастлив Замечательно, сэр, что дальше? Подарок от почвы, фрукт Создание случайно выбранных элементов, чтобы мы могли есть Прекрасно, да? Да, это потрясающе Да, фрукт говорит со мной Он говорит Книга Моя книга знаний Она в библиотеке Но знай, книга может прятаться Так что ты должна быть настойчивой и терпеливой Хорошо, сэр, тогда я пойду в библиотеку Подожди, тебе потребуется пароль, чтобы зайти внутрь Дай-ка подумать Думай, там должно быть что-то про то, как мы учим Или... А, я вспомнил, пароль следующий Вашими чувствами легко манипулировать Отключите их перед обучением Что это значит? Это значит, что мы часто позволяем манипулировать нашим разумом Мы всегда должны следовать здравому смыслу Никто и никогда не должен вам указывать, что думать и во что верить Будьте голодны к знаниям, и вы будете постоянно эволюционировать Это сделает вас свободными, и вы будете дорожить каждой секундой своей жизни Как по мне, учиться и думать очень весело Ой, это уже я говорю Как по мне, учиться и думать очень весело И любознательность в этом помогает Я пойду в библиотеку и найду вашу книгу Так Библиотека, стало быть, да? Тьфу ты, не туда Лавенда тупить можно везде, поверь А там до сих пор, кстати, весна, похоже Ох ты Ты помнишь, Френ, ты убийца Ты маленькая психопатка Такие девочки должны быть наказаны Это же я Делай, как я говорю, делай, как я, Френ Прыгай Я не хотел их убивать, я не хотела Ах, моя милая, не слушай этих злых созданий, ты сильная Гони их из своей головы, моя дорогая Я сумасшедшая, котик, скажи мне Нет, дорогая, ты должна быть сильной Не позволяй морочить себе голову Мой котик, я чувствую себя разбитой, в груди болит Моя дорогая, я с тобой, не плачь, я так тебя люблю Я тоже тебя люблю Нам нужно идти дальше, пойдем в библиотеку Я теперь знаю пароль, мистер Жук Есть у меня пароль Хорошо, какой пароль? Дайте-ка вспомнить слова Что-то вроде Ваши глаза и уши ограничены цензурой И закройте их предобучением Хорошо, что это значит? А, хорошо, что я спросил Только тогда мы сможем увидеть Как этот город был невидим для меня Знание повсюду, даже в тишине и тьме Проходи, развлекайся Давайте, ребятки, с вами будем развлекаться в библиотеке Е-е-ей Какие тут странные существа Морковка читает, смотрите Корень какой-то читает Стрекоза куда-то лезет И книга здесь прячется где-то, да? Окей, загадочка Привет, извините за беспокойство Да, дорогуша, что случилось? Я книгу ищу Мне нужна помощь с замком И не совсем понимаю его смысл Это так же легко, как сложить один плюс один Ясно, спасибо, попробую снова Так, у нас здесь, видимо, цифры И что? Нужно от одного Это один, тут две однёрки Но я понимаю, что это один Это два Один плюс один, два А, погодите, это же было у этого самого Это же что-то было Мне же кто-то... Песенка Песенка, песенка Один плюс один, два Два плюс один, три, да? Один плюс один... Так, это не два, погодите Это три Один плюс один, два Два плюс один, три Что-то там ещё было про восемь Один, один, два, три Три плюс два, пять Пять Что может здесь обозначать пятёрку? Пятёрку, потом восьмёрку Раз, два, три, четыре Семь Ладно, не знаю Давайте ещё почитаем что-нибудь вокруг Может быть, что-нибудь найдём Здравствуйте, сэр Что вы делаете? Ищу свою особенную книгу Я тоже, ты не поверишь Почему вы на лестнице? У вас есть крылья Потому что лестница сделана, чтобы её пользовались Логичная стрекоза До ужаса Логичная стрекоза А что, если она мне нужна? Тогда тебе следует подождать своей очереди Но вообще-то это срочно Не могу столько ждать Тогда следовало прийти пораньше Извини, мне нужно искать Ну ищи, ищи Скорее всего, книжка, конечно же, вот там Ты можешь мне сказать правильную комбинацию от замка? Нет, мисс, не могу Я ещё не изучал этого в школе Ну да, это совершенно точно то, что нам пела маленькая штука О чём книга? О чём книга особенная? О двух кроликах, готовящих ужин Потом к ним приходят три друга И пять кроликов кушают ужин Они едят морковку Два кролика, к ним приходят три друга Два плюс три Два плюс три Пять Один Два Пять Буква Е Какая красивая книга Теперь я хочу почитать, пожалуйста Окей Конечно, читай, морковка Значит, это пять Один, один, два, три, пять, восемь Что из этого может означать восьмёрку? Пять Плюс три Теперь восемь плюс пять Это будет тринадцать 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 Я сделал это, я молодец Теперь нужно повернуть рычаг Рычаг А, рычаг Окей Э-э-э... И что? Да-да-да, ищи свою книгу. Я не понимаю, зачем я это делаю. Может, надо переключить время? Здравствуйте, мистер Скелет. Должно быть, это книга волшебника, да Я не могу достать Лестница Теперь сможешь достать? Какой миленький ржатель Скелет Книжка Изучить Понятно, просто книжка Окей, выходим из библиотеки И пойдемте к волшебнику Эхе-хе-хе-хе Так Так 230 человек Здравствуйте всем, кто к нам только что присоединился С вами Зигзахедж И мы играем во Фрэнбоу Это третий стрим На тебе твою книжку Великий волшебник Сэр, вот ваша книга Она была в музыкальной шкатулке Я видела куклу Хе-хе-хе Замок Этварда Звучит весело Спасибо за книгу Она позволила мне вспомнить много чего Много, много вещей Что теперь? На звезде осталось два предмета Да, рыба в воде Рыба, рыба, плыви свободно Возвращайся, рыбка Возвращайся домой Рыбка ожила Ей И ушла А Я уж думал Прямо в ад Ух ты, сэр Вы разбудили рыбу Да, потому что Я вспомнил Как это делается Разве это не прекрасно? Волшебно Можете сделать это С другими существами Например, с людьми Конечно Но только при благоприятном Стечении обстоятельств Но обстоятельства Чаще всего Неблагоприятные Я понимаю, сэр Итак Нам нужно найти Оставшиеся камни, да? Рыба сказала мне Что мои туфли На ногах У удивительного танцора Ты знаешь Где может быть этот танцор? Я не имею понятия Я имею понятия Но меня туда не пускают Пойду посмотрю Хотя толку-то Что я пойду посмотрю У меня же нету пропуска У тебя есть пропуск? Вот У меня нет билета Чтобы зайти в бар У тебя нет своего билета? Это странно Дашь мне свой билет? Мой билет Только мой Я не могу его одолжить Тогда сами идите в бар Возьмите туфли танцора Ох Я не могу Я занимаюсь ролиководством Я довольно близок к ответу Кроме того Я знаю Ты справишься Ты уже справлялась С трудными задачами Хорошо Я посмотрю Что можно сделать Пока Ммм О, кстати Нет Ну что книжку Понятно Нету тут ничего в этой книжке Зачем вы мне про нее говорили Ничего похожего Мабука Какие-то странные штуки Эволюция неизбежна Валуки Черные кошки У кого можно попробовать Должить билетик Почему великий волшебник Мне не хочет дать свой Ты мне не дашь твой билетик Может быть мы с вами Еще где-нибудь здесь Что-нибудь не видели Интересно Каково, кстати Интересно Удобный ли трон у короля Тут, по-моему, ничего не меняется И здесь, по-моему, тоже всегда Вечная весна Только всякие разные овощи На лодках летают Нарисовать Я могу нарисовать Отдающую лодку или вертушки Не Рисовать мы не хотим Котик, а зачем ты мне Лапкой там что-то Или ты из кого-то ловил просто Да нет, тут ничего Реально не меняется Так, похоже, единственное место Где Мы с вами еще не были Это все-таки статуя Давайте попробуем прийти туда И попереключать Времена года там Зима Ничегошеньки Зачем, кстати, все-таки тебе Руками-то махать Весна Ничегошеньки Лето Ничегошеньки Осень С собой у меня тоже Ничего интересного нет Ой Затровая была дыра Ну, хорошо Котик, иди внутрь Как интересно Да ладно, котик Не гради Одолжи Мы его отдадим Давай Мистер помощь Что это такое? А, вот они, собственно Туфельки там Во Спасибо Я беретик бы твой хочу Вот беретик Отлично Странно, почему котик Его не в зубах таскает Так, а больше мы здесь Котиком ничего сделать не можем? Мы можем тут всех Потрогать лапкой У меня есть берет Вон у меня Отлично Ты потрясающий котик Я так тебя люблю На тебе билет Смотрите, сэр Ко мне пришел билет Что? Дай посмотреть Не может быть Просто не может быть Я уже впустил кого-то С этим билетом Ты полна тайны Юной Реди Да как вы можете знать Что это чужой билет Символы верные Видишь? Но посмотри на почерк Он принадлежит тому Кто намного старше тебя Я вижу это И Когда у тебя появится Собственный билет Юной Реди Бум Ага Фотография Объединить Вот это с вот этим Нет Если Так, понятно А может быть Да нет Ну Все-таки С фотографией Вряд ли Фу ты Не буду на нем рисовать Он не совсем мой Здесь Только рисунки Да Просто возможно Надо как-то Поменять фотографию Здесь Если честно Я слабо понимаю Как Ребятки Фломастер Я только что Попробовал Это не работает О Билет Фрэнг плюс котик Могут пройти На вечеринку Фрэнг плюс котик Смотрите Да уж Более чем Так Значит Нужно Как-нибудь Прекратить Музыку Наверное Привет Пчела Мисс Вам весело? Ты не видела Мой билет? Кажется Мне нужно идти Да ладно Мы можем Мне наверное Отдать Билет Вот ваш билет Мисс Простите Что взяла Я хотела вернуть Боже Ты очень Добра Большое тебе спасибо О Мы с вами получили Ачивку Только я Не вижу Что там написано А Добрый вор The kind thief Окей Любопытно Есть ли такие насекомые В моем саду Здравствуйте Здравствуй Как ты? Вы знаете Мистер Антонио Перечайшего Знаю Пару лет назад Он был отличным трубачом Моя мама любила его музыку А я его видела Теперь он старый Правда? Ух ты Человеческий мир Ты знаешь Постарев мы путешествуем В другие реальности Чтобы увидеть Что мы его упустили Люди так не делают Жаль Это весело Люблю письма от мамы Она о многом В них рассказывает Звучит весело Ну что ж Я должна идти Удачно провести время Здравствуйте Сэр Здравствуй Показ Так Никогда не видела такого Не нравятся крылья Выглядит как уютный свитер Маленькая букашечка Леди пьет лимонад одна Может она кого-то ждет А может и нет В любом случае Надеюсь она в порядке На самом деле Ребятки Немножко объясню Почему леди По-английски Божья коровка Это леди баг То есть леди жук Именно поэтому леди Привет Привет Ты пришла Как хорошо Наслаждаешься шоу Да очень Мне нужны туфли танцора Я не знаю как их получить Хе-хе Хочешь танцевать? Он хороший танцор Никогда не видел Что он падал Получается он лучший танцор в мире В мире Я бы сказал во всей вселенной Он всегда следует ритму Приятно Понятно Спасибо Мне нужно идти пока Ну у меня тут даже чего-то Ничего интересного Это с собой нет Маска валука Выглядит очень старый А мы здесь еще Не со всеми поговорили Между прочим Интересно что это за насекомое Похоже Она что-то себе представляет Музыкальный инструмент Надо сбить его с ритма Я не стану их сейчас беспокоить А я бы стал Могу подождать Пока они перестанут играть Хотя если они не перестанут играть Но он не то слово Как сосредоточен Танцор восхитителен Хе-хе Ну сюда-то я попал Как мне получить Туфли Могу кого-нибудь перерезать Или здесь еще осталось что-то На что я не нажимал Вот-вот Если они когда-нибудь перестанут А так может быть нам нужно Просто-напросто Переключить время Нет Нас сразу отсюда выбрасывает Грустно Очень грустно А если мы сюда войдем Весной Вот Тогда здесь еще пока никто не танцует Здравствуйте Здравствуй Хочешь автограф? На что трубач делает? Настраивает пианино Ритм должен быть идеальным Чтобы мы могли начать шоу Понятно Спасибо Котик Ты не хочешь Попрыгать по пианине? Автограф? Нет Он настраивает пианино У меня нечем ему помешать Похоже Так А вот собственно наш танцор Туфли он не отдаст Зачем это? Туфли принадлежат танцуру Я танцовщица Ё-моё Я не нужна Мне нужна Чтобы танцевать с волшебником Ой, прости Что ты сказала? Туфли, говорю Нужны мне Нужна что? Немного лимонада? Кажется ты напряжена Не хочу лимонад Откуда у вас эти туфли? Ну, выпей немного лимонада Хоть уторишь свою жажду Но туфли нужны волшебнику Это невозможно Я не могу тебе и отдать свои туфли Ты сможешь их получить Только сняв с меня Но как видишь Я в них стою Так что это невозможно Ну понятно Надо сделать так Чтобы он упал Только в тот день Когда обе мои ноги Окажутся в воздухе Только тогда Можно будет забрать мои туфли Иначе я буду стоять вечно Понятно Что ж, спасибо пока Но нам совершенно точно Нужно расстроить ритм Но я пока себе Слава представляю Как это сделать Ага У самоиграющего пианино Внизу есть дверца Любопытно Так Переключаем время Мы в ту дверцу Попасть не можем Да Мяч сейчас опять выкинет отсюда Все-таки зачем эти Лапы нужны У статуи Котик Я слышал Как существо Говорило о слоях реальности Времени и все такое Ритмы Времена года Важны на этом острове Все связано Я это уже понял Я должна думать О времени Пространстве И о ритме Это я тоже уже понял Но как мне Попасть в ту дверцу А ты мне всю автограф Хочешь да Предложить Угу И собственно весной Я сюда попасть не могу Никак Потому что зимой Меня отсюда выкидывает Танцор не восхитительен Но он вообще стоит И ничего не делает Да-да-да Он лучший танцор в мире Использовать нож с пианино Вряд ли конечно Ну да Как же Сбить ритм А может быть надо Котика туда Отправить Да это понятно Что ты можешь зайти Со своим билетом Может быть мистер полночь Понятно Видимо нет Да-да-да Мы пойдем в бар Мы там уже были Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- Как же мне добраться до пианино? Интересно, что это. Нифига интересного, Френ. Ты уже там была, а более того. Да, ребятки, затык. Ладно, пойду это дело перекурю, может быть что-нибудь в голову придет, не скучайте. Субтитры сделал Dima. Субтитры сделал Dima. Субтитры сделал Dima. Субтитры сделал Dima. И, ребятки, я вернулся, и вы мне пишите, чтобы я переключил сразу несколько сезонов вперед. А, так это вот так можно делать? Ё-моё, я ж не знал, ё-моё. Окей. Ну так-то, конечно, да. Мы тут сейчас все настроим. Это термометр. Это не термометр! Это метроном. Желтый. Красный. А можно как-нибудь его из ритма выбить? Так он будет очень быстрый. Вот, наверное, так можем и попробовать. Ну? Ты все равно попадаешь в ритм, да? Ты все равно попадаешь в ритм. Так они его настраивают. Интересно, за что отвечает красный. Ну, это явно... Кабели отличаются тремя цветами. Я знаю, что синий, красный и желтый базовые цвета. Ничего себе базовые цвета. Ну ладно, я могу выставить, допустим, ритм. С их помощью можно сделать другие цвета, да. Это я тоже понял. Дальше что? Или, может быть, сразу переключиться на... Лето? Да нет, у них здесь все хорошо. Видимо, как-то это нужно все-таки сломать. Синий. Красный, желтый. Молодец, Френ. Ну, я могу сделать... Как я это делал-то? Вот так, кажется. Мне нужно сделать максимальный ритм, да? А, так это все три. Нет? Нет. Ну вот. Максимальный ритм от опыта. Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. И все равно у него... А, нет. У него не все хорошо. Хе-хе-хе. У него не все хорошо. Он не успевает. Е-ей. Ты упал. Давай-ка мне свои кухни. Когда стало кухни, я такая умница. Давай отнесем их волшебнику. Пойдемте, отнесем их волшебнику. Зато теперь я знаю, что сезоны можно переключать не поочередно. Здравствуй. Да, нашла. Ты сделала это. У тебя действительно необычайный механизм в голове. Ребятки, у меня чип. Спасибо, сэр. Приступим к послед... Спасибо, сэр. Приступим к последнему. Что... Чтобы я смогла отправиться домой. Перышко. Последний воздух. Я узнаю это перо. Оно принадлежит полонтрасу. Да, я видела, что он очень пострадал. С ним все будет хорошо. У него есть розовая вода. Она починит что угодно. Да, это правда. Что ж, что мы будем делать с пером? Хе-хе. Навести старую механическую куклу Валока. Моя павочка должна быть там. Я должен закончить королиководство. Думаю, я почти нашел ответ. Хорошо, сэр. Я принесу вашу павочку обратно. Ну, хорошо. Теперь мы, значит, все-таки будем с вами руки туда-сюда. У этой куклы дергать. Только понять бы еще принцип. Какая, кстати, палочка? Ага, вижу палочку. Вижу палочку, но... По какому принципу? Ага, оно ее передает из руки в руку, да? Окей. Хватай палочку. Нет. Вот так. Теперь вот так. Спасибо. Это было последнее задание. Мне пора домой. Это было что-то очень простое. Я не уверен, что это все. Тьфу ты, я не хочу с тобой говорить. Мне нужно тебе просто отдать палочку. На. Вот ваша палочка, сэр волшебник. Ах, великолепно. Восхитительно. Ты сделала это. Правда? А где камни? Я могу их одолжить? Я не могу одолжить тебе камни. Эти камни очень-очень особенные. Я могу разместить камни на дверные замки, но ты... Только ты сможешь повернуть ключ и открыть дверь. Понимаю. Король сказал, что покажет мне, где дверь. Ах, тогда мы должны пойти и поговорить с ним, как считаешь. Погоди. Я более чем уверен, что ты не можешь вернуться домой, как дерево. Я почти забыл, и вы правы. Вы можете вернуть мне мое человеческое тело? Да, да, я могу. Как же это здорово. Я не делаю этого уже сотни лет. Давай сделаем человека. Да? Дай мне свою одежду. Мне нужно ее понюхать. Вот, сэр, моя одежда. Хм, дай мне это понюхать. Может сработать. Мы сделаем человека. Хм, это так волнительно. Хорошо. Теперь встань посередине звезды и версты. И подумай о своем теле. Своей голове, ноге. О другой ноге. О своей руке. Об обеих руках. Теперь сосредоточься. Давай, волшебник. Верни мне человеческий облик. Случайно выбранные элементы. Найдите свой путь к истинной сути. Стань человеком, Фрэнд. Сейчас. Окей. С тобой все в порядке. Ах, тфу, вал. Что произошло? Получилось? Ох, ничего себе, сэр. Спасибо большое. Вы, в самом деле, великий волшебник. Да, это мое имя. Великий волшебник. Потому что я такой великий. Думаю, теперь можно идти к королю, чтобы он показал мне дверь. Да, я буду там. Мне нужно кое-что закончить. Я буду там. Теперь иди. Пойдемте к королю. Да, король не здесь. Сам здравствуй. Кстати. Я как-то не видел, когда ты пришла. Откуда вы, ребятки, знаете, куда ударение? Ох ты. Все хорошо. Я путан на небесах. Кто ты? Оставь министра полночь в покое. Твоя голова опять играет с тобой. Ты не видишь свое отражение? Я не ты. Нет. Отпусти министра полночь сейчас же. Мы убиваем предателей. Он один из них, Фрэн. Разве ты не видишь? Мой котик не предатель. Он обещал быть на моей стороне. Обещал. Как твои мамочка и папочка. Они обещали о тебе заботиться. Очнись, Фрэн. Ты окружена предателями. Оставь меня в покое. Оставь меня в покое. Оставь в покое моего друга. Я единственный, кто у тебя есть, Фрэн. Я та, кто всегда на твоей стороне. Избавимся от этого предателя. Что скажешь? Будем счастливы. Давай будем очень-очень счастливы вместе. Эй! Ты зачем убила копию мистера полночь? Уходи, уходи. Это была не я. Фрэн, что случилось? Почему ты плачешь? Я сошла с ума, сэр. Я сумасшедшая. Доктора были правы. Но ты не сумасшедшая. Мне очень жаль, что ты так думаешь. Ты должна быть счастлива. Ты нашла камни и снова стала человеком. Это в самом деле здорово. Моя милая, дай мне вытереть твои слезы. Я не хочу причинять тебе боль, но могу сделать это в любой момент. Ты этого не сделаешь. Я знаю, потому что ты любишь меня. Да, котик, я люблю тебя очень сильно. Фрэн, помни, что я сказал тебе. Если ты любишь, ты жива. И это единственное, что важно. Ты всегда найдешь в себе силы бороться с монстрами внутри. А теперь давай откроем дверь, чтобы ты попала домой. Да, да, давайте сделаем это. Ну? Куда ты ушел? Цоп, 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 цоп. Ага. Вот мы и здесь. То есть, все-таки мне придется распрыгнуть, да? Да, ну где дверь? Ах, да. Нужно сделать ее видимой. Но ты уверен, что хочешь вернуться? А, я уверен, сэр. Хорошо. Поехали. Человек должен уйти. Открой тайную дверь в их реальность. Позволь человеку вернуться домой. Ум, нас смотрят 256 зрителей, ребятки. Это степень двойки. Хи-хи. Ух ты, мы отправляемся домой, котик. Привет, волшебник. О-о-о, король Чьяр, доброго вам дня. Я принес камни, чтобы это милое создание отправилось домой. Спасибо, сэр. Я очень нервничаю. Будет странно быть вдали от вас всех. Тогда не уходи. Я могу сделать тебе жилье волшебное. Волшебник, она должна уйти. Я получил послание от одного валока. Она еще не готова. Понимаю. О чем вы говорите? Готова к чему? Ну же, волшебник, размести камни, нельзя терять время. Но готова к чему? Ты помнишь, что валока сказала тебе о столкновении с правдой? Ах да, кажется, помню. Ну, мне продолжать? Да, вперед, сэр, волшебник. Волшебные камни сотворите замок, который лишь человек открыть бы смог. Замок, замок. Что ж. Остало время, Фрэн, стать ключом. Теперь ты единственная, кто сможет это открыть. Ух ты, хорошо, посмотрим. Из какого, простите, цвета? Ага. Сочетание цветов опять, да? Ну, я что-то пока что слабо понимаю, что здесь надо сделать. Так. Господи, звездочку нарисовать. Окей. Я чую победу снова. Ты сделал это, Фрэн. Можешь отправляться домой. Я так взволнована. Ох, хотела бы я оставить вам что-нибудь на память. И тебя не забудем. Ты особенное создание. Хм, чуть не забыл. Палонт распорядал тебе это. Шкатулочка, спасибо. Спасибо, скажите ему, мне жаль, что я не смогла помочь с ранами. Я отдала свои пластыри девочке в клинике, но в любом случае, я передам. Не беспокойся, ему уже лучше. Перед тем, как ты уйдешь, ты должна знать. Прежде чем вернуться, ты пройдешь через тайный лес. Лес – это невидимый проход между нашими реальностями. Ты можешь встретить ужасных существ, которые захотят тебя съесть. Просто беги. Они не очень расторопны. И выговорить мне это только сейчас? Звучит довольно страшно. Не беспокойся, ты справишься. Надеюсь, что ж. Мистер Полночь, попрощайся. До свидания, господа. Я прекрасно провел время. Какой у нас воспитанный котик. Я... Вы мне очень нравитесь. До свидания. Прощай, верста. Что это такое? О, это мини-игра. Это Марио наоборот. Просто беги. Хорошо, что котик сам подпрыгивает. Значит, нам нужно с вами пропрыгать по этому волшебному лесу, да. Отлично. Чудовище действительно большое и страшное. Ух ты, блин. Такое ощущение, что провалы в земле становятся больше и больше. Ну, дверка. Ачивка. Тролль, беги. Глава четвертая, часть первая. Воображаемый друг. И на этом, ребятки, наверное, мы будем с вами прощаться, потому что я слегка устал и мне сейчас очень тяжело говорить. Но на самом деле это у меня сегодня второй стрим, и еще я записал целую серию, и потом ее еще пришлось переозвучивать. Поэтому, да, договорился я сегодня достаточно много. Но надеюсь, что все-таки вам нравятся стримы по Фрэндболу. Следующий стрим будет, наверное, среди недели. Более точно вам сказать, к сожалению, сейчас не смогу, но ориентировочно это будет либо среда, либо четверг в 8 вечера по Москве. И, собственно, в ВК, наверное, будет небольшой анонсик, на Ютюбе он будет вряд ли. Но в любом случае, если вы на меня зафоловлены на Твиче, то вы обязательно об этом узнаете. С вами был Зигзахедж, большое спасибо 272 людям, которые остались со мной до этого момента, то бишь, посмотрев стрим, наверное, от начала до конца.